Рад перископ майки.орг Рад перископ майки.Помощник не надо так ничего подбирать. Ты скажи, это прикольно. Мне нравится музло, но мне не нравится текст. Мне нравится голос. Мне нравится вообще. Такой, знаешь, как снотворный. Мне нравится мягкий голос. Мягкий голос, я не про мягкий голос, я про цветный голос. Это, блядь, звучит как снотворный. Если честно, я столько музло русского прослушала. И я выбрала только три трека, которые можно слушать. Это один из них. Ой, смотри, сколько сердечков, ребята, давайте. Куча сердечек. Нет, такого мы делать не узнать. Мне нравится такое звучание. Немножко а-ля девяностые, но вот это вот... Мне не нравится голос. Ни чаймого все поет. А женский? Ни один. Включаю зверь. Вложи лица зверь. Странно. У дамы. Какая вам дама? Тоже мне, ну. Дамочка. Дамочка. Шляпку у меня, пожалуйста, в студию. Вот эту. Послушай, пожалуйста, только не приходи. Это прикольно. Кошель? Угу. И там есть какао и кокосовым сахаром. А где ты какао взяла? Кокосовый сахар есть тут. Ну давай строим эфир на студии сегодня. Как скажешь. Ты меня почему спрашиваешь? Бля, это монеточка. Убери ее нахуй. Да ладно. Нет, пожалуйста, пожалуйста, послушай. Мне очень нравится ее текст. Всегда. Очень. Да, это прикольный голос. Мне очень нравится музло. Это прикольный голос. Надо въехать. Но от ее голоса у меня, блядь, у меня мурашки на костях. Ты говоришь? Это у меня бесит. Это для меня как скрип когтями по пенопласту, блядь. Но надо въехать, блядь. Не могу. Голос монеточки меня на изнанку выворачивает. Да как это возможно? Не могу. Это, знаешь, это никак не связано с ней. У меня нет никакой неприязни к ней. Это не хейт, ничего. Просто ее голос я не переношу. Для меня он как скрип по стеклу, блядь, не знаю, голос. Я не могу слушать ее голос. Бесит. Ну да, он пьет. Это типа поп-тинин, поэтому типа... Ты когда-нибудь смотрела азиатские, там, не знаю, японские или китайские порнушки? Ну. Как они стонут? Ну. Вот это мне надо поминать. Вот это отвратительный, пиздоглазый стон дешевой волосатой японшки. Почему? Не знаю. Я ненавижу такой темп в голосе. Блядь, ну просто никто не делает музыку. Хорошая музыка. Зимфира отстой. Серьезно, треки Зимфиры больше слушать невозможно. Старушка, которую надо списать. Реально, ты слышал ее последнее? Я никогда от нее не фанател, так что... Нет, раньше она была крутая, когда я была тинейджером. Она была крутой. Но вот это страдание до сих пор, это отстой. Больше слушать нечего, Брашки. Да, много чего можешь слушать? Нет, я имею в виду нового. Ну, если русский рэп, я слушаю больше. Нет, я имею в виду, ну, рэп я не слушаю вообще и не знаю, что там происходит для меня. Вот, пошел он нахуй вот этого человека, давай забаним. В виде рэплесса, давай забаним. Да. Раскрывайте мне фильм от... Просто забаним его совсем. Ой, 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 ой. Как успехи. Кстати, гречку ни разу не мне слышал. Я на самом деле не понимаю, как можно было так тупо назвать. Да, гречка и монеточка. Почему? Что? Это как... Знаешь, это как магазин копейка. Хочешь, я тебе назову пару... Или магазин магнитов. Пару ников рэперов хочешь? А ну-ка. Рэп одиноко и старушный. Что? Сын проститутки. Ну, это еще Трешово Ок. Трешово Ок, да? Да. То есть нормально. Знаешь, в 2007 году были модные группы, популярные, типа с названиями... А сейчас я вспомню. Полкило отличного пюре. Было такое название и всем заходило. Что еще? Была куча названий таких. Дима, твои и тебе сходи. Спасибо. Круто. Это... Иди сюда, Кнут. А ну, мне кажется, нравится там на солнышке тесовое. Очень. А, ну, получилось, да? Э, хватит попрошайничать, иди сюда. Успокойся. Вот, давай забавим таких людей. Да, если ты вообще их не читаю. Ну, хочешь забавим, но мне так плохо вообще. Просто мне не нравятся такие люди. Да, я думаю, по-моему, по-моему. Ну, всегда исходить из-за того, что тут очень много мелких тупых малолеток. Они... Табстеп, это прошлый день, господи. Одновременно с тебя, знаешь, как? М-м. Находишь какой-нибудь хейт, комментарий. Кто-то написал тебе какую-нибудь прям гневную херню. Заходишь к нему и просто пишешь. Бля, братишь, что ты такой злобный? Он, ой, ебан, мне жопился. И он сразу же твой фан. Он сразу же, ты чё, когда новый трек и так далее. Их хейт так же нельзя брать за чистую монету, как их любовь. Просто стадо баранов в интернете. Так-то надо воспринимать. Смотри, какой кнутик красивый мальчик. Ну, вот эту монетчика моя. Вот мой солнышко. Солнышко мое, ужасное. Да, кстати, мы назвали в части писателя, конечно, собаку. Какой кнутик. Черт, ну, я отвечаю, я помню-то, но на чё, когда есть на что отвечать, я отвечаю. Классный, классный, классный пёс. Или вот наш. А что, он очень умненький? Да, скажи, он очень умненький. Кнутик, кнутик. Хороший. Патрый с ног. Патрый с ног, это правда. Твою собачку. Он устал очень, бегался после всех занятий наших. Когда новые подгоны? Димка, скажи, когда новые подгоны? В два часа едем в студию сводить трек до конца. Да. Мне кажется, я знаю, почему на Украине и Белоруссии, и в Казахстане больше крутых исполнителей, чем в России. Потому что у них нет вот этих вот мешающих хайпов. Почему? Ну, у них больше свободы, потому что там, я не знаю, как это сформулировать. У них другие фавориты, у них другие представители, то есть, не знаю, кто крутые, считаются самые крутые на Белоруссии, например. ЛСП, там, не знаю, даже если просто подземный рэпчик брать, а Муравеев, там, ну, не знаешь, про кого. Нет, конечно. Но у них, им за своих, типа, героев не так стыдно. И у них другие ориентиры, не знаю. В России рэп просто говно. Просто потому что там представители позорные. В любую сферу. Кто представляет жанр, попсу-попсу, позорная хуйта. Кто представляет андеграунд и так далее, позорная хуйта. Кто представляет батлера, позорная хуйта. Кто представляет какую-нибудь жанру, позорная хуйта. Да все, все, мы поняли, что все отстой. Там реально 5-6 человек, если перечислить, которых можно слушать все остальные. То есть, 99%, там 95% полная хуйта. И с кого берут пример, берут пример всегда же. Я ничего не знаю про исполнителей в Белоруссии и в Украине. Я знаю только тех, кто ориентируется на российское время. Все ориентируются на российское время, потому что он зарабатывает. Ну, вот, правда. Хохлы у себя дома кричат там, а украиня приезжает, кто зарабатывает. Ну, это правда. Все их артисты. Да, правда. Так что украине в эту хуйню даже можно не вникать. Америка или Германия. Смотри, Гриняевич. Ой, солнышко. Все тобой перечислены, кроме Хаски, хуйня. Удивись. А что за трек сводить будете? Такой вопрос. Когда новые треки? Конор. Конор или Хабиб. Знаешь, Конор? Ну, смотря что. Смотря что. Ну, вопрос. Конор или Кабиб победит? Конор или Кабиб покруче? Ну, типа, вопросов там... В любом случае, Конор. Много. Ну, да. Ну, важный и негативный вопрос. Так что... Здравствуйте. Поздравляю с чем? Поздравляю. Поздравляю с чем? Кто-то не спит. Как отначишься к иммиграции без знания языка и не зная куда? Вот особо не зная куда, вот это как. Хабиб или Крит спрашивает. Крит. Крит или кто? Хабиб или Крит, Егор Крит. А Крит это кто? Егор Крит. А мама, 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 я сходи сюда. А, я знаю. Он в рекламе от прыщей что-то делал. У него были прыщи. Я не знаю. Не знаю. Не в курсе. Я не слежу за Егором Критом. Нет, я просто по телеку видела рекламу однажды. Но если выбрать между Критом и Хабибом, я все равно выберу Критом. Подожди, Хабиб тоже поет? Хабиб поет, наверное. Наверное, поет. А что за вопросы вышли? А Мезо это кто? Мезо Морто. Он крутой. Мне нравится. Это тоже рэпер? Ну, своеобразный он. Артовый такой парень. Мне нравится. Крут. Кто-то включил немножко тудя. Как относишься к Семирону? Как относишься к Путину? Сколько зарабатываешь? Что за порода собаки? Это как Джек Рассел, только с длинными ножками. Называется Парсен. Раз, три. Про Путина лучше ножки. Вот интересный вопрос. Пикассо или Гамсу? Я прям задумался. Огурец или пельмени? Нет, тут лечь выбрать. Я бы огурец выбрал. Да? Почему? Пельмени. Я никогда не был особо любить. Мам, я разве любил когда-то пельмени? А? Я любил когда-то пельмени. Разве? Мне кажется, ты ее любишь просто покушать. А ты что, уже забыл? Я же забыл, как они пахнут. Забыл, как они пахнут. А жена злодейка не разрешает. Да? Да. Почему? Пельмени можно один раз. Да, вчера Дима кушает. Вкусно пьется. Хаксли или Ауруэл? Ауруэл. Он, кстати, Ауруэл написал, да, по пути в Мьянму. По маму. По маму. Это у Дудя было недавно, которая все время... Вадимка, который у Дудя? Да, которая, знаешь, я так смеялась, потому что, типа, он не спрашивал... Ну, все, что я видела, я не видела всю передачу, но в Инстег, на все, что я не доказалась, там были вопросы только про ее бойфренда. И ни разу не спросили про то, как она вообще сама, что думает и так далее. Только про бойфренда. Ужасно. Такой Сонечка нашпит. Что за хрень? Когда ты выходишь в эфир, ты можешь посмотреть на лицо поколения. Когда ты читаешь это все, ты понимаешь, что такое большинство сегодняшнего поколения. Поэтому мы приедем и сделаем для меня новый татуировок. Давай, что ты хочешь? Хочу... Не знаю, еще придумаю. Хочу какие-нибудь алхимические символы. И хочу какую-нибудь картину. Как найти себя? Загугли. Привет, гугл. Братан, не знаю, как скрыть эти комментарии. Я бы их тоже охотно закрыл. Чего они тут на башке заслепили? Чего ты мортишь? Смысл выходить в эфир, если ни на что не отвечаешь? И на что можно отвечать? Как познакомиться с девушкой? Девушек-то полно вокруг, Господи. Не, не надо отвечать. Что? Ну как можно отвечать на эти вещи? Нельзя таким отвечать. На что тут отвечать? Вот реально, на что тут отвечать? Как познакомиться с девушкой? Япланский, вот реально. Так. 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 Дib Korin. Так. Так. Как познакомиться с девушкой? Так. 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 подобНАЯ. Пиздюк в эфир зашел Привет, передает Что? Пиздюк Это угадай, который маленький Я знаю, дрожище, привет Очень-очень много болтает Мы скучаем по тебе Как йога? Тяжело? Йога-то не тяжело Ну, первый раз 20 тяжело Старики Ой, ой Я не знаю, а сколько тебе лет? Пиздюк, сколько тебе лет сейчас? Это как дед лет 70, его внучка Лет 70-ти Кто? Она писала, кто ты Я типа как дед, а ты как моя внучка Да? Нормально? Просто дебил и пытается подъебать Чувак, когда ты будешь в моем возрасте, я хочу посмотреть, сколько лет будет твоей жене Долбай его кусок Настя, ты скажи Спасибо Вообще, на самом деле, люди пишут, что мне как будто 16 лет Очень часто в интернете такое пишут И я думаю, ну отлично, ребята Если бы я в 40 буду выглядеть на 20 Я не понимаю вообще, как они мыслятся Они пытаются тебя этим подъебать Ты, блядь, ну тебя Такая молодая У тебя такая молодая жена, ха-ха-ха В смысле, где ты ха-ха-ха? Да, блядь, я красавчик, у меня молодая жена В моем возрасте твоя жена будет ровесницей В твоем возрасте Когда ты будешь в моем возрасте Блин, ты очень смешно Они завидуют, вот, правильно человек понимает 23 года жена, 24 года жена Так что меняет дело Тима, если ты заводил кота Какой бы порода я бы заводил кота Джек Рассел Как это африканский называется? Рыжий вот этот, не знаю, кстати Африканский рыжий кот есть такой Джек Рассел, хорошая кошка Так как ты бываешь, ты клевая, чё ты Американ Стефа, Стефорд, Терьер, кошка мне нравится тоже Питбул Питбул, да Я не понимаю параллели, у которых коты, кошки Почему? Мне кажется, это какой-то скрытый латентный комосексуализм Чего ты клавиш, кошки, бабушки, чем-то ты Ну, не знаю, кошку заводят бабушки Или кошку заводят женщины Детки Детки Дети, да Или женщины, у которых мужиками не получилось Ей там, не знаю, за 30, и у нее две кошки дома И она феминистка И по мышке не врет Я не понимаю парней с котами Просто кошка по характеру, она не маскулинная Кошек не видел, он не маскулинный Не знаю, мне кажется, кот это комосексуализм Вот мы с тобой поедем на Мубрики Пойдем там на сафари Вот смотри, смотри Валера Все, не начинай Ему сорок Он живет у мамы И у него кот Который он постоянно постит в инсту Знаешь, иногда Про слухи между Валерой и Мишей Это старые московские слухи Ладно, хватит Это тебе не доказательство, что кот это латентный комосексуализм Это исключение Это исключение справ Видишь, кого-то задело А что написали? Ты очень ошибаешься Насчет кошек, все, всех задело Ну, кошки клевые Я люблю кошек Не люблю кошек Я люблю кошечек У них такие глазки красивые Но ты женщина, это другое Я сказал, что парни, у которых коты Это латентный комосексуализм Смотри, какая детка Он реально как ребеночек Вот, могу даже кратко сказать Парни, у которых коты У них язык по яйцам чешется Что? Что? Моя детка Что ты забрала у него? Он сам пришел Он просто переедет Куклачок гей Кто такой куклачок? Ты чего не знаешь Куклачок это Который с кошками Всякие трюки делает Когда книгу Пишешь? О, мы все Собираемся на ночь Почитать Ну, не все О, пишет Вот, Алекс Бек пишет Дима знает, как улицы делать Я ничем другим в эфире не занимаюсь Блин, отец про какие-то кошек На бред он Все, конец лазит Пердак горит уже Ну, кот уничтожит твоего пса Это многие думали Даже не только коты Особенно Две огромные Кстати, я могу его наторочить Кстати, на котов Он, кстати, ни разу В жизни еще кота не видел Надо посмотреть Я вообще собак пишет Ненавижу Смотри, смотри Гея задели Я вообще собак ненавижу Кусали постоянно Потому что это пидарок Собаки это чувствуют У них нюх У них интуиция Нормальная собака Если пидарка чувствует Она хочет ватсапнуть Вот это очень смешно У него, говорит, кот С повадками собаки Ты знаешь, есть женщины С повадками мужика Эти избухами называют Африканский рыжий кот Африканский рыжий кот Загуглил Но они не совсем поняли Что я в какой странности был Ну да Вообще-то про собак И собака африканская Она такая коричневая Рыжая Рыжая такая И у него по спине Полоса как будто Был ирокез Его прям коротко обрезали У них шерсть растет Постанавливает другую сторону Нет, по самому же это не та Кстати, мне кажется Твой запад скоро садит Я ищу, чтобы он сел И потом пойду подольше Ой, и потом на студию, да? Да, нам нужно собрать все вещи Потом на студию Мы со студией поедем Мы же не вернемся Почему? Я думаю, на студии затянется Прямо допоздна Слушай, у нас Девять там Мы должны поедем Поверь мне, затянется на студии Да? Так что вы очень сразу Возьмем с собой Диалог о животных шока Выпустим целую передачу, ребят А ну Привет Ой, ой, Кнут Кто это пришел? Кто это пришел? Куда ты прыгаешь сразу? Как это? Попрошай, что Что за хрень? Опять призвали Африканский риджбек Ну вот, я смотрю еще Вон пишет Крысы были в детстве Вообще не было Я же сказал, что он подорог Да, да Ты веришь, говорит Ты веришь в дарвинскую теорию Я верю в дарвинскую теорию Знаешь почему? Меня хуй кто убедит Что, блядь Негры произошли Нет обезьяны Хуй кто мне об этом переубежит Потому что Когда ты смотришь на них На их движение Форму рук И так далее Мимику Блядь, это обезьяны Да, это правда Вот мне кажется Мне кажется, знаете Белые люди Произошли следующим образом Инопланетяне Проводили генетический эксперимент С черными И вывели белую Совершенную расу То есть ты знаешь, что Доказано, что первая женщина Была из Африки То есть Ева Была черной Я считаю, что черные Произошли от обезьян А потом инопланетяне Делали генетические эксперименты С черными И вывели нас В высшую расу Типа мы Частично инопланетные Вышли на BBC фильм О том, что люди пошли завтраки На BBC вышли На заборе Продолжение следует...